Всем приветики! И у меня новый старт. И опять это старт в совместном проекте Тайны Миробилии. Как-то так получилось. Как-то так получилось и само собой сложилось. Опять же отложила я малышей зимних Updimensions. И не знаю, полукрест меня этот что-то как-то доконал. И хотелось чего-то очень легкого. А так как, ну все-таки большая часть Миробилиек, я считаю, что очень легкая в отшиве. То есть там такие участки хорошие, зашиваешь как-то одним цветом все. И ну очень удобно. Я решила начать маленькую феечку. Думала-думала продолжить свою Белоснежку. Но так как она большая и сейчас мне не очень удобно вышивать большие работы, то вот я начала вот такую вот маленькую феечку. Фотографию сейчас вставлю. Вышиваю на кашле синего такого джинсового цвета. Увидела я просто как-то листала в инстаграме по хэштегу Noora Corbett. И увидела именно на синем цвете. Мне очень понравилось. Я тоже решила так сделать. Но, честно говоря, закрадываются сомнения у меня, что все-таки не надо было этого делать. Сейчас покажу, почему. Вышиваю в две нитки и видно такие вот крестики. И видно там под ними синюю ткань, особенно на крылышках. Крылышки вот эти вот все вышиваются креником. Сейчас, к сожалению, не получается у меня заснять. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в общем, есть у меня сомнения, что все-таки нужно было вышивать на светлой ткани. Ну, что сделано, что сделано. Будет вот такая вот работа. Просто смотрится она ярко на синем цвете. Вышивается очень легко. Очень-очень легко, очень быстро. Это буквально я тут вышивала, наверное, вот все вместе. Если по часам сложить, может быть, часов 5-6. Вот. И она небольшая. Это феечка. Сейчас покажу. Сверху мне осталось вот тут вот ручки-голова. Ну, тут, конечно, будет немножко мешанины. Вот. Обшить вот это я сейчас обшиваю бисером. Вот эти вот пустоты заполняю. Вот. Ну, и вниз там пойду. Там просто будет юбка вот такими вот цветовыми участками. Она так и будет дальше продолжаться. И все это будет обшиваться бисером. Там работа небольшая, но бисера используется очень-очень много. В общем, вот такой вот крупный бисер тут. Я вчера, когда стала с этой стороны прошивать, тоже положила его вот так сначала. Потом думаю, нет, что-то как-то не очень. Я всегда бисер кладу вот в таком направлении. Но так как крылышки. И уложила я его вот тут, в этом направлении. Обшивается вот таким вот золотистым бисером. Все. Здесь вот такой вот. Ой. Бисер. Ну, в общем, бисера будет много. И сейчас я покажу. Я не считала количество цветов, сколько здесь используется. В общем, посмотрите. Ниточек. Ну, не так, чтобы много. Вот они все ниточки тут. Креник один. Он у меня уже был такой креник. Половина моточка была. Я решила его допользовать. И на эту работу хватает ровно одного креника. Если не ошибаться, то хватит. Если ошибиться, то я боюсь, что не хватит. Ой, 198. Номер 4. Такой вот креник. Не помню, в какой работе он у меня еще использовался. Ну, в общем, я его сюда один оприходовала. И вот осталось у меня опять половина. И вроде бы он здесь больше нигде не используется. И дальше пойдем по бисеру. Работа небольшая, а бисера прилично. Вот такой вот крупный бисер. Очень классный. Он с таким вот каким-то там еще переливом перламутровым. Очень красивый бисер. Вот таких два бисера. Не знаю, сколько уйдет. Я еще не начинала, не открывала. Но, судя по схеме, его будет использоваться много. Он будет обшивать вот все такие вот участки. Везде по всей юбке будет обшиваться вот этим вот бисером. Ну, на синем цвете вообще классно смотрится. Мне нравится. Вот этот вот бисер, который я уже стала пришивать. Вот здесь вот он используется. Вот такой вот. 02078. Красивый бисер. Даже не знаю, как описать. Сейчас камера хорошо передает естественный цвет. Вот такой вот бисер. Еще даже не знаю, где он используется. Вот этот вот золотисто-коричневый по краюшку, который я стала сейчас уже пришивать. Вот он. Вот так вот он будет прям по краюшку. 02048. И такой вот огненно-рыжий 02033. В общем, получается приличное количество бисера. Раз, два, три, четыре, пять. И два вот таких. Семь, короче, коробочек бисера. Нужно на эту работу. Все брала по ключу. Единственное, что у меня сейчас загроздка. Надо будет разобраться, открыть схему или почитать на сайте. Потому что... Сейчас я вам покажу ключ. Вот он ключ. Видите, бисер. Два одинаковых значка, номер разный. Вот эти две коробочки, это понятно. Она обшивается по краю всей этой юбки. Там, в принципе, все ясно. А вот этот вот нужно найти. Это именно вот этот вот рыжий, по-моему. Я смотрела, да. Вот этот рыжий. И чисто и интуитивно, мне кажется, что вот в этих местах он должен пришиваться. Но я не знаю. Я еще не разбиралась, не смотрела. Будет видно. Может быть, вот здесь вот где-то, где в рыжий цвет переходит. Может, вот здесь как-то. В общем, не знаю. Обшиваю пока краешек. Дальше пойду так же наверх. Сделаю руки, лицо пяти там. Вышивается здесь совсем чуть-чуть. Я думаю, что сложностей не будет. И внизу ножик там тоже чуть-чуть вышивается. Вот такой вот мой старт. Схемка. Вот эта вот феечка называется. Вот так вот. На тридцать втором каунте должен вышиваться. Но я уже говорила, что мне неудобно на тридцать втором. Я решила, что мой каунт это двадцать восьмой. Мне очень удобно. Мне очень комфортно. И глаза мои не ломаются. Ну вот и все, наверное. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.